Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и я хотел давно рассказать про действительно работающие, вроде как, тактику в казино. Поэтому давайте не будем затягивать, вот они два победителя, что получают по 100 рублей. Если ты хочешь так же, то просто подпишись на канал, напиши любой комментарий, поставь Ромику лайк. Итоги был с очень Ромики, давайте без лишних слов начинать. Если ты хочешь открыть свой проект в сам КРМ по Ильимта, то в этом помочь тебе может Bighost.org. Он предоставляет хостинг серверам. А если ты не хочешь с этим заморачиваться, то есть готовые моды популярных проектов, что можно установить за несколько кликов. А также всё это по доступным ценам. Ссылка в описании. Начнём с того, что я не являюсь сторонником мифических выигрышей в казино, где чуваки прописывают слэштайм и флудят что-то и так далее. Потому что давайте разберёмся, как это изначально было всё устроено. Есть мод, который написал реальный человек. И в моде Даймонда есть команда, благодаря которым работает казино. И по логике, человек, который занимался скриптингом и писал мод Даймонда, он такой, хм, а что если увеличить шанс игрокам, которые будут влудить там таймами, да возможно паспорт показывать, какими-то ещё командами и прочим говном? Серьёзно? Кто-то думает, что это так работает? Я могу лишь предположить, откуда всё это пошло. Это простой эффект самовнушения. То есть, когда ты играешь во что-то, и ты понимаешь, что от тебя это по сути не зависит. А тут ты понимаешь, что если вдруг написать тайм, то шанс станет больше, и ты начинаешь использовать тайм. И если ты выигрываешь, то действительно можно поверить то, что это сработало. Но, чуваки, в казино не так уж много исходов. То есть, если там было бы исходов 20, то есть ты мог там проиграть, выиграть, обосраться, там ещё что-то сделать, то есть много исходов, а не всего лишь проиграть или выиграть. Конечно, да, ещё есть ничья, но её можно встретить очень мало, поэтому про неё мы сегодня говорить не будем. И я считаю, что все эти тактики наподобие прописывания тайма там и прочее такое, это всего лишь эффект самовнушения, который действительно может помогать людям играть. И в этом нет ничего плохого, когда тебе кажется, что от каких-либо действий ты получишь больше шанс на победу. В принципе, это как минимум игру тебе не испортит, поэтому ничего плохого в этом тоже я не вижу. Но сегодня я хотел бы поговорить про тактику, о которой я упоминал сконсь, но на деле я её ни разу не испонзовал. И сегодня либо действительно будет рабочая тактика в казино, без каких-либо танцев с бубном. И я понимаю, что данный прыщ мне на лбу очень сексуальный, но давайте всё-таки вернёмся к игре в казино и не будем отвлекаться на вот эту вот. Первое, что нужно для этого способа, это действительно не самое хорошее, это количество фишек. Сначала мы купим около 20 тысяч, и мы потратили на это 20 миллионов. Поскольку я сказал, что мы не будем придерживаться различных тактик, где там на какую-то определённую секунду мы будем написать какие-то команды и прочее такое. Мы будем опираться на логику и играть, скажем так, на повышение, где каждая последующая ставка окупит всё, что мы проиграли до этого. То есть мы будем подниматься постепенно. Как это будет работать? Мы просто ставим тысячу баксов несколько раз, раза два или три, потом ставим три тысячи баксов, девять тысяч, двадцать семь тысяч, и вот так вот утраивая на три. И даже если мы будем играть один на один, то в случае победы 27 тысяч мы окупаем всё, что мы проиграли до этого, и поднимаем хоть чуть-чуть денег, но всё же. Если же мы долго проигрываем, то нам должно повезти, но это логично, потому что ты как орёл и решка, то есть ты подкидываешь монетку, либо упадает орёл, либо решка. Понятное дело, что каждый раз по теории вероятности может выпасть орёл, но на практике какая вероятность того, что орёл выпадет, скажем, сто раз подряд? Она не очень-то большая, поэтому тут мы будем придерживаться то же самого. Давайте, чтобы не было каких-либо сложных слов, мы просто пойдём в казино и на практике всё это дело покажу. Будем играть в одинк. Самое сложное тут это действительно ставить нужные ставки, потому что крупье, другие люди, они будут против тебя и будут ставить различные другие ставки, то есть пять тысяч. Казалось бы, тоже можно сыграть, но нет, поскольку мы решили придерживаться определённого значения, то будем играть только на те числа, которые нами были изначально поставлены. Я уже не привык играть, вот когда я поставил одинк, то есть они подумали, ой, просто один, одну фишку поставьте, можно же на минимум пять? Как я понимаю, угонный пять. Окей, давайте тогда просто, поскольку сейчас народа не очень много, сначала мы будем играть по пять, и потом уже перейдём сразу чуть побольше. То есть мы проиграли первую пять, давай дальше. Сначала сыграем три ставки по пять, если мы все проигрываем, то ставим тогда не совсем так, то есть мы поставим 27 тысяч. Второй раз мы проиграли, третий я не успел поставить. Нужно, чтобы мы тоже проиграли, но нет, я выиграл. Окей, тогда возвращаемся, и если мы выиграем, то всё это обнуляется, и мы ставим заново по пять фишек. Друзья, я уже ушёл в плюс на 10 тысяч, как я понимаю, но это не моя тактика, это по-другому должно работать. Друзья, случайно мискликнул, поставил 100, но давай чекаем, и... Я уже давно... Мы проиграли 100 тысяч, просто опять же сейчас случайно это было. Вот поэтому я говорил, самое сложное, тут нужны ставки, просто реально. Нам сначала нужно, окей, представим, что 100, поскольку у нас бюджет позволяет, воды. Представим, что было 5000, мы проиграли, окей. Если сейчас проигрываем третий раз 5000, то ставим 27. Вот, мы проиграли, 27. Сейчас мы играем на 27 тысяч, и по сути, если мы выигрываем, то мы окупаем всё, что мы проиграли до этого. Если мы проигрываем, то играем на 81 тысяча. Так, мы проиграли, поэтому следующее 81. 81, если мы проигрываем 81, мы играем на 243 и так далее мы повышаем ставки. Он поставил 82, типа назло мне наверное, ну ладно. Так играем друзья и на самом деле я хотел бы проиграть, потому что если мы сейчас проигрываем, да мы проигрываем, мы ставим 243. И таким вот образом повышая каждый раз ставку, мы в итоге, если мы выиграем, я надеюсь что мы выиграем, мы должны окупить все еще и поднять какую-то часть бабла. Мы играем на 243, если мы проиграем сейчас, то ставим уже 729. 9 и друзьям и сейчас выиграны и по сути ушли в плюс просто этого я играл на 100 фишек хотели случайно сыграл и там должно было быть 5k и поэтому если к этому прибавить 100 фишек то мы бы сейчас уже ушли в плюс на 100000 да это не очень большие деньги но тактика пока что реально работает и в таком случае если мы подняли какую-то сумму мы возвращаемся к 5000 и играем дальше на 5к сейчас моя цель дайте какой-то большой ставки то есть проигрываю проигрываю попробовать поднять то есть до 10 миллионов потому что учитывая то что в казино есть огран 10 как а больше ты поставить не можешь то и тактика тоже она не стопроцентная потому что что будет бесконечное количество денег ты просто не сможешь поставить больше 10 миллионов если ты скажем проиграл 9 то тогда да ты не окупишься там суть тактики что рано или поздно ты должен выиграть и просто должно получиться так что ты выиграешь до того пока дойдешь до ограна тут также есть подписчики в казино это конечно радует просто сейчас немножко я заняты и я хотел бы сосредоточиться на ронике поэтому если что кстати вы можете вводить право код бурбон он даст вам 100000 баксов лично от себя точнее вам нам 100000 баксов и стою пройти начальный квест и получите третий левел мы играем с 27 к если мы проигрываем то опять же 81 нет мы выиграли и по сути хоть немного но мы заработали и по сути вы видите что тактика рабочая просто сейчас моя цель стоит показать то что на рабочие и на большие ставки то есть подняться именно хорошо скажем там несколько миллионов так опять же хоть бы проиграл да я проиграл стоим 243 если проиграли 243 я хотел бы сейчас проиграть и 243 чтобы пойти дальше да я проиграл 729 пацаны теперь уже рена по крупному вот сейчас уже мне кажется можно выигрывать но если мы проигрываем то играем на 2 миллиона 187 и тогда а так подожди опять в 3 по моему а окей хорошо если что я готов в принципе сейчас уже было бы хорошо выиграть нет мы проиграли пацаны мне страшно 2 миллиона но слушай все так окей я еще раз умножаю если что дальше мы играем но дальше уже будет край 6 561 и вот если я проиграю сейчас то но это еще терпимо но если я проиграю следующую ставку то есть 6 561 то тогда реально будет жестко я вспомнил почему я не играю в казино я забыл просто до этого потому что я деньги просирал таким образом я уже приготовился к сему и написал если выиграет вас меня хороший чай если проиграет оставив 6 561 и это называется азарт за 1 нет мы играем сейчас по страте и пока что хорошо вот действительно самое главное найти крупу с которым возможно договориться реально поговорить чувак а если вы выиграете какую-то сумму неплохое может играть очень сложно когда ставки прям в разнообразности нужны прям определенные друзья я уже рассчитывал на то что все но так игра идет и если что мы помним пруд это но да как вы видите страта сработала и по сути сейчас мы заработали 2 миллиона мы заработали примерно 700 тысяч но все же 700 тысяч мы подняли такие вот дела поэтому давайте как я и обещал принципе человек за то что он крутил и ждал мы ему перекинем принципе неплохой такой бонус таким вот образом реально как вы видите тактика вполне рабочая понятное дело что она не стопроцентные если говорить откровенно то ну нет в казино какой-либо стопроцентной выигрышной тактики потому что если она была бы то пришел бы какой-то чел который все бы разорил и ни у кого бы денег не осталось но как вы видите это страта она хотя бы ну то есть немножко последовательно понятное дело что по теории вероятности ты можешь проигрывать неопределенное количество раз потому что каждое твое поражение она можно сказать обновляется то есть смотрите есть одна игра либо выиграл либо проиграл то есть срабатывает что-то одно, а в следующей игре это обнуляется и можно сказать опять, либо выиграл, либо проиграл. Но, опять же, шанс того, что ты проиграешь 10 раз подряд, он, конечно, есть, но все же он не такой большой. Поэтому просто, если придерживаться такой логики, то есть не самый сложный, как мне кажется, можно пытаться поднимать деньги. Поэтому, по сути, мне кажется, что это один реальный способ, как можно зарабатывать деньги в казино, который не обусловливается какими-то там сверхъестественными силами, где ты прописываешь там тайм, пасс, тебе флудятся по одному баксу, передавая деньги, либо еще что-то. Потому что, ну это, ну это просто, ну это по-детски как-то, не кажется вам. А этот способ на аналитику, и по сути, для него что нужно? Деньги, чем больше, тем лучше. В идеале около миллионов десяти, потому что и с меньшими ставками можно подниматься, но нужно играть более аккуратно. То есть, сама суть, не обязательно удваивать в три раза, можно в два с половиной удваивать, можно в четыре раза, это зависит уже от человека. Просто, если ты в два раза удваиваешь, то не получится, потому что есть комиссия, и каждая твоя ставка, она забирает чуть комиссии, поэтому удваивая на два, ты будешь даже в минусе, а вот удваивая на три, ты будешь именно получать деньги. Поэтому, таким вот образом, у нас было двадцать тысяч фишек, то есть двадцать миллионов, и мы получили шестьсот девяносто восемь тысяч, меньше чем за час. Поэтому такая тактика, она скорее подходит для именно постоянного заработка в казино, где ты сидишь и просто потихонечку вот так вот по строте набиваешь себе деньги. И мне кажется, что в час вот так вот можно делать довольно-таки нехилые деньги. И если уже что-то говорить напоследок, то казино это довольно-таки спорный вид заработка, где ты можешь как много вертов поднять, так и просрать все. Но если вы уж пошли играть в казино, то лучше играть примерно по таким вот ставкам, играть просто на повышение, а не так рандомно ставить и надеяться на удачу. Тут тоже ты надеешься на удачу, но в принципе шанс он просто выше, потому что ну, постоянно не вести тоже не может. Поэтому пишите в комменты, если вы все-таки решите задействовать данный способ, но если что, виняйте на себя, вы помните. Ваши результаты, то есть получилось ли у вас так же выигрывать и на женец вообще каком-то способ. И мне кажется, что это единственная рабочая тактика в казино. Большое спасибо, друзья, за просмотр. С вами был Бурпон. Наконец-то я рассказал то, что хотел уже давно. Прям, знаешь, облегчение такое, еще и бабла немножко поднял. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Бурпон. Всем пока, друзья. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok